Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, род избранный, царственное священство, народ святой и Божий, люди взяты в удел. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе нашем Иисусе Христе. Всем желаю мира, добра, счастья и возрастания в благости и познания Господа нашего и Бога Иисуса Христа. Опознать его можно одним простым способом. Кто любит ближнего, тот познал Бога, ибо Бог есть любовь. Ну, по наставлению апостолов, напоминаю вам всегда эту чудную божественную заповедь, а на самом деле закон бытия, ибо Бог и есть бытие, Бог и есть закон, Бог есть любовь. Как Петр писал, так я всегда стараюсь тщательно исполнять заповедь наш, да. Хотел еще немножко поговорить, наверное, уже устали от этого, но это всех касается, потому что это касается и меня. Вы не думайте, что я что-то говорю не от опыта, да. По поводу отношения там к так называемым наставникам, учителям, проповедникам. Я сам в этом подвязаюсь, ибо я тоже кого-то слушаю, читаю там. Вот, и поэтому, конечно же, тоже я размышляю, как относиться, чтобы не осуждать. Вот, все я это тоже делаю, безусловно, чтобы не согрешить. И вот я хотел бы вам еще такой пример привести. Вы помните, ну или помните, знаете, не знаете, я вам расскажу тогда. Даже в синагоге в еврейских, в иудейских так называемых, да, и то мужчина, достигший 30 лет, мог уже говорить. Причем, ну, читалось, собирались в синагоге, читалось в Писании, допустим, что-то из закона или из пророков. И мужчина, достигший 30 лет, мог говорить слово, либо что-то, что он думает по прочтенному месту, ну, либо что-то о Боге, так скажем. Да, естественно, в синагоге собирались не для решения бытовых проблем, вот, а чтобы тоже напитать душу Словом Божьим. Вот, и любой мужчина 30 лет мог уже спокойно говорить, что ему Господь кладет на сердце. Это было в синагогах, да. И вот я пример хочу вам привести всегда, это нам в назидание, Богодохновенность, Писание. Как Павел и говорит, что все Писание Богодохновенно, назидательно, показательно, там можно добавить всякие слова для нас. Вот вы помните, я всегда обращаю на это место, где Павел в Галатах вот рассказывает свои переживания, свои мысли, свои воспоминания о том Юрусалимском соборе. Я вам вот буду неустанно вспоминать иногда очень часто, потому что это действительно очень для нас показательно, как нужно жить в церкви, относиться друг к другу. Ведь Петр тоже поступал, ведь, во-первых, Павел восстал против него каким образом? Во-первых, он сделал это при всех. Во-вторых, он сделал это на лицо с Петром. В-третьих, он показал, так скажем, не причину, как правильно сказать, ну да, показал причину, по какой он делает, да. Он сказал, что те, кто, против кого он восстает, поступают не по правде евангельской. Да, это очень важный момент, хотя Евангелия, заметьте, еще не было, да. И Павла никто апостола не назначал на самом деле. Но при этом он, где много было знатнейших и великих пресвитеров, да, уверовавших, ревнителей закона, целый собор в Юрусалиме. Его тогда могли, на самом деле, очень быстренько под локотки и казнить. Но вот Павел по откровению пошел, Господь его укрепил, естественно, и дал откровение явно. Конечно, сам-то он не хотел туда идти, это очевидно, раз он пошел по откровению, как он сказал. Потому что Господь ему сказал, иди, надо и там все-таки уму немножко научить. И вот Павел реально обличил как бы Петра, так скажем, противостал ему, как он пишет, это восстал против него. Не надо, конечно, грубо читать, но понятно, что на соборе Павел стал говорить о том, что жизнь по закону, обрезывание, это не евангельское учение, не учение Нового Завета. Хотя Петр ходил со Христом, был его учеником прямым, да. А Павел кем он был? Гонителем церкви. И даже после покаяния никто его апостолом не назначал, кроме самого Господа. Вот вам критерии, какого отношения надо быть. И 14 лет прошло, я вам говорил, да, в каком был Петр духовном состоянии, что проповедовал закон, а принуждал, принуждал не просто проповедовал, а принуждал соблюдать закон. Павел именно так пишет в Галатах. Я к чему вам веду, я говорю, вы все прекрасно помните, почему, откуда духовный рост-то есть, что люди, как телесно мы рождаемся и растем, есть и духовное рождение, самим Господом нам сказанное в образе, в символе. И, естественно, потом особенно хорошо это видно в посланиях, как у апостолов, это линия, что человек, конечно же, и духовно возрастает. И может быть и младенцем во Христе, по уму, не по сердцу, а по уму тоже может быть. Может быть юношей, может быть отроком, может быть мужем, может быть старцем, да. Это видно, очевидно, кто читает послания, апостол очень любит эти образы именно духовного роста. Вот. И поэтому как мы должны друг к другу относиться? Ну да, я вот тоже вижу много проповедников закона, нового закона Христова, да, не Моисеева уже, а новый закон, а плюс он еще и Христово-Моисеевский. Там все в каше одной. И я вот спокойно отношусь, делюсь вот с вами. Ну а что поделать? Вот Петр 14 лет проповедует Евангелие Божие вроде бы, и тут же принуждает, принуждает. Да, не обрезываться, многие из братьев все обрезываться принуждали. Вот мы сейчас бы все были бы полуобрезанными христианами какими-то непонятными. И только Павлу было это открыто. Это был духовный старец, Господь ему все открыл. Хотя вроде бы, Петр на горе с Господом был. Но вы видите, ситуация очевидна. Поэтому не надо судить по плоти. Я говорю, Павел был гонителем, с Господом не ходил. Но через откровение от самого Господа стал выше всех. Он сам себе сказал, когда его принуждали хвалиться, сам-то он не хотел, что он больше всех потрудился. Так и было. Это очень важный момент отношения друг к другу. Поэтому не надо никого не лично осуждать, особенно вот кто те же самые блогеры. Это, конечно, беда страшная. Лично, пожалуйста, при всех можно это делать, а не так. И второе, потому что у меня такие тоже случаи с братьями даже были. И вот начинает мне. Мы должны понять, что да, то, что тебе, говорит, каждый живет в Боге. И истина, которая внутри его сердца, это для него, конечно же, истина. А иначе как ты был житель, если ты сам в себе сомневаешься, как тебе сейчас поступить? Да, Господь тебя воспитывает, учит, назидает, ведет тебя к покаянию всей своей жизнью. Это безусловно. Но друг с другом мы можем опереться только на Евангелие. Если кто-то поступает не по правде, Евангельской, Нового Завета. Да-да-да, мы можем сказать, слушай, брат, я вот так вот вижу, как ты думаешь? И то, я говорю, то есть мы можем сказать, но на то и свободу у каждого человека. Я вот всем как бы делюсь опытом, почему я никого не осуждаю? Почему я ни на кого не злюсь, там, на врачей? Я не лечусь, я их не осуждаю. Вот они меня там закололи мне, а да потому что я не лечусь. Почему я правительство не осуждаю? Да, потому что у меня Бог, Господь, он управляет всем миром, он мне даст все потребное для жизни и веселья, не люди в этом виноваты, кто они есть. Я врача не осуждаю, я понимаю, что он сам ничего не понимает, что он делает-то. То же самое там эти государства и правительства. Я с сожалением на них смотрю и со спокойствием совести. Почему я не принимаю, как все говорят, ой, вот ты ничего не слышишь. Да, знаете почему? Так я никого и не осуждаю. Я сам принимаю свои решения и сам за них в ответе. Я знаю, что когда я буду стоять на суде Божьем, и суд Божий начнется с дома Божьего, со своих, как Господь сказал, вас я сначала оценю по заповеди евангельской о любви к ближнему, а потом всех остальных, то где грешник явится, да? Я сам принимаю решения и сам за них в ответе. Я на суде, все, что мне Господь будет открывать, я буду молча стоять. Я, как Адам с Евой, никого винить не буду. Вот эти меня соблазняли, эти меня соблазняли. Везде одни соблазны. Господь на эти оправдания, отговорки Адама с Евой. Вы знаете, кто читал книгу «Бытие начало», знает прекрасно, как Господь отреагировал. Как глухой и немой мимо пропустил и дал каждому по делам его. Осудил каждого за его грех. Вот ты послушала, вот ты не углядел. Каждому воздал ровно то, чего он достоин. И это истина, и аминь. Господь совершенства, Он есть любовь. И вот я, как Адам с Евой, поступать не собираюсь. Поэтому в жизни, в оконцовке, естественно, проповедую. Бог сам в своей свободе пришел на землю и никого ни к чему не принуждал. Благовествовал, умолял, просил. Конечно же, открывал, что будете страдать. Будет суд Божий, будет достоинство каждому по делам. Творящее зло, конечно же, будет вкушать от этого древа гнилого. Обратитесь к Богу, любите друг друга. Поэтому, конечно же, я оставляю всегда право за собой своих решений. Я не понимаю, почему люди все время пытаются нарушить чужую свободу. Ты что, за него потом грехи понесешь, что ли? Или наказание, точнее, за эти грехи. А вдруг ты сам-то не прав? Меня вот укоряют, вот ты, может быть, тоже ошибаешься. Да, я могу ошибаться. Но кто слышит мои беседы, я к чему хочу сказать, что вот этот канал, это мой блог. И мне, как мужчине, перевалившему за 30-летний рубеж, мне почти 35 лет, да, Бог мне дал право, как и каждому человеку, говорить в церкви. Синагога или настоящая церковь, какая разница. Синагога для евреев была то же самое, что наше сейчас собрание. Я вам говорил, там в греческом вроде бы разные слова, очень часто употребляется. Хотя и то, и то называется собранием. Это с Борищем так перевели в Синодаре. Ну, по сути, это собрание сатанинское. Но там слово, кстати, другое стоит. Там вот синагога, а где новозаветная церковь подразумевается, пишется новое слово «экклесия». Вот. Поэтому, что в ветхозаветной, так назовем ее церковь, все равно, что в новозаветной. У меня есть право, как мужчины, зрелого, причем уже во Христе, не вчера, не неофитский я покаявшийся вчера, грешник, да. Я живу во Христе 7 лет, год как, больше года уже, да, в интернете открылся. Открылся, я считаю, по Божьим откровениям, сам я никуда не лез. Мне ничего не надо. Мне вот хорошо, кто знает, я живу, мне вообще по барабану все. Я скитаюсь, у меня ничего нет, я счастлив. Я не собираю ни сокровищ, ничего, мне ничего не надо. У меня вот чемодан, вот видите, вы видите, что я в одной рубашке все время. Вот дома я в одной майке, если кто видел ролики на Христолюбе, так я там в одной майке все время в белой. А тут в одной рубашке. Полез, думал, что-нибудь еще, думаю, ну неужели я ничего не брал с собой. Ну вот одна рубашка, мне ничего не надо. Уж когда пятый ролик где-то записывал, думаю, ну надо хоть рубашки что ли менять хоть. А мне нечего одеть. Ну не потому, что у меня ничего нет, и я себе не могу позволить купить. Я сам зарабатывал копейки, сейчас вот люди мне помогают, я могу полностью отдаваться. Мне много не надо, я лишнего не беру, я на кусок хлеба и все. И я рад, что я могу заниматься делами там в интернете, своими вот этими проповедями, сайтами, познания истины. Для вас собирание этого хлеба духовного, раздаянием. Поэтому вот что такое мой канал, это добровольно, я просто говорю, я никогда не претендовал на истину. Я никогда никого ни к чему не принуждал. Ты слышишь, тебе отрадно, ты можешь какую-то пользу подчеркнуть. Вы знаете, я стараюсь всегда сослаться на Новый Завет, что-то в духе Нового Завета говорить. Я также познаю какие-то вещи, познаю Господа нашего Иисуса Христа. Вот, поэтому какие ко мне претензии? Кто-то мне говорит, вот из-за тебя могут люди соблазняться. Не боишься? Типа, нет, не боюсь, я объясню почему. Я ни за кого, я никого ни к чему не принуждаю, я говорю. Вы помните, Господь, когда говорил, я вам приводил примеры. Он Никодиму говорит о рождении свыше, тот не соблазняется, но не понимает. Да, он самарянке говорит, о каких вещах. О том, что вы больше не будете в своих капищах, и строить эти капищи не надо, чтобы в них кланяться непонятному Богу. Все, прошло то время. Людям говорит о плоти и крови, о людоедстве. И многие соблазняются по плоти. Ничего. Да, но Господь говорил такие страшные слова. Горе через кого приходит соблазн. Вы рассмотрите контекст, о чем там говорит Господь. О людях, отвращающих. Помните, я вам через Петра показывал, как и апостолы потом эту линейку тянули. Я же вам пытаюсь все-таки от нового за это свои слова показать. Я ничего не подтверждаю, мне все равно. Вы сами ищите истину. Но мы видим, как у апостолов красная линейка, что лже-апостолы, лже-учителя, лже-наставники, наглые ругатели и прочие лже-братья, и прочие-прочие прозвища относятся к тем людям, которые будут отвращать от истинной веры в Иисуса Христа, как сущего над всем благого Бога, Бога-любовь. То есть будет отвращать от добрых дел любви к делам злым, к похотям, к пиханию в себя все, к разврату и прочим-прочим вещам. Все это будет одно с другой, циклятся, в общем, ко греху, а не к любви и к святости. И смеяться над вашим упованием и воскресением. И упованием личным, в частности, в каждом жизненном. И воскресением, упованием на воскресение. Это все корень нашей веры. Семечко, которое раскрылось, превращается в корень и росточек. Мы все это прекрасно, кто хоть как-то видел Божие творение. Вот это семечко веры, когда в нас зарождается, рождается потом, превращается одна в земле, одна над землей. Вот под землей это наше упование, наша надежда, наша твердость по жизни на Христа. А верх это дела, дела наши, дела любви. И вот они будут рубить все это. Если сразу семечко не утащат, веру вашу, как сатана, то семечко, брошенное на камень, то будут на другие два давить, чтобы тернии вас обросли. То есть заботы, попечения, ешь, пей, веселись. Господь сказал, смотрите, чтобы не отягчалось ваше сердце заботами, жечейскими, объедениями, пьянством. Да можно и выпить, можно и закусить. Но чтобы не отягчалось сердце, чтобы не в этом весь смысл жизни положить-то. И другое семечко, то есть не любви будет. И плюс это все в себя начнешь пихать, только радость себе в жизни. А как же вокруг люди-то? И на надежду упование. Помните, семечко без корня-то. Это упование и надежда на Христа во всех своих ситуациях жизни, и в том числе в воскресенье. Я сам встречал лично, я думаю, что это только, правда, слова, что есть в Саддукеи были, в Израиле. Да нет, я нашел и в христианстве Саддукеи, в которые не верят, сомневаются в воскресенье будущем, в будущей жизни. Так что все это правда. И удивляться тут нечему. Оказывается, видишь, в Деяниях мы читаем, что сам Каффа был Саддукеем. Вот так вот. Поэтому применять ко мне опять фразу, меня запугивать. Вот, не боишься там соблазнов или суда. Нет, не боюсь. Вы знаете, мое чистое сердце. Я просто беседую, я просто рассказываю, я просто общаюсь в беседах личных, даже выкладываем там какие-то для пользы. Я просто говорю в синагоге или в церкви, как угодно назовите. Ибо старше 30, и не вчера покаялся. И Господь дает эти дары, слово, разумение, Писание. Я делюсь с вами. Вот и все. От чистого доброго сердца. И вот именно, что кто мне не слушает, я не настаиваю. Но просто говорю так же с уверенностью, со своей точки зрения. В общении, в беседе или вот в монологе. Что я так мыслю, мне так Господь открывает. Что Писание, вот я с вами специально читаю иногда, что вот именно так затолковались, что уже прямые слов готовы отказаться ради толкования от прямых слов Писания. И поклоняются, получается, своим кому? Кумирам. Сделались рабами человеков, а не истины. Толкует то, что очевидно. Прямым текстом написано. А что там толковать-то? Господь внешним говорил в притчах. Я с вами говорю, вот просто показываю эти вещи, да. Нам же Господь, Петр четко говорит, что только пророчества Духом Святым открывались, и поэтому разумеваются Духом Святым. А образы, символы и притчи Господь сказал это для внешних. Поэтому ты, кстати, по себе можешь судить, что если ты не понимаешь в Писании образы, символы и притчи, то ты Дух Святого стяжал, тебе Бог-то открыл ум к разумению Писания. Если ты не понимаешь символы, притчи и образы, которые для внешних, стал ли ты своим Богу, сын ли, чадо-то ли его, дочь или лев. Символы, образы мы обязаны понимать в Писании. Мы обязаны молиться, чтобы Господь нам открывал. Хотя в Писании Господь сам толкует все. Сам толкует. Он говорит прямыми словами, когда его не понимает, он им еще и притчи говорит. Хотя вот именно получается она тоже образная. Если уж они прямых слов не приняли, он как бы шутя, что ли, как бы показывает тем самым свою любовь, что он готов говорить. Но если вы прямых слов не понимаете, я уж не знаю, о чем он говорит. И говорит как бы еще и притчи, хотя уже понимает, что если люди прямых не поняли, что тут притчи помешают. Все. Поэтому я так люблю книгу «Бытия». Там нет никаких пророчеств. Там просто символы, образы отцетворения. И Духом Святым, любящим сердцам, ищущим, молчащим правды, Господь открывает все эти символы, образы, притчи. Ты их потом находишь в параллельные места прямого текста к этим притчам. Господь тебе просто показывает все это. И это обязан делать каждый христианин и уразумевать. Иначе какой в тебе Дух тогда святой? Дух истины, Дух разумения. В тебе его нету просто, а значит, ты и не усыновлен, а может, даже и не рожден. Свыше-то. Вот и все. Мы ничего не толкуем. Мы просто читаем, познаем. Да, это истина. И то опять других не суди. Я вот не сужу. Как Павел Горн, не запрещай говорить языками. Ну, может, у тебя такой Дух там все просто уже не могут не толковать. Это откровение там. Я, кто меня знает, на христолюбии или на лайве там, или в беседах, я что-то сомневаюсь, что кто-нибудь, я за собой просто знаю, что нет этого, я так шучу, скажу, греха, да. Я никогда в жизни о книге откровений ничего не говорил. Ну, я там, где Христос, говорит, вот стою и стучу, это же образ. Я вам показал, кто уже ролик смотрел, вот это «Христос, первая любовь». Первые три главы там нет никаких пророчеств. Там опять символы, образы. И в последних двух. А потом с четвертого начинается пророчество. И вот такие о будущих временах, да. И такие глубокие символы, что там, я не знаю, каждому ли подастся там. А там Господь просто опять в образах и символах призывает покаяться. Вспомни любовь твою первую. Говорит, что иудей, то есть ревнитель заповедей Евангелия, любви к ближнему, а сам сатанист, делами отрехшийся от веры на словах исповедующие, там как бы об этом Господь говорит. А вот эти вот кони там, болячки, это все не для меня, да. Поэтому там не книга Даниила. Я вырываю простые вещи, да, где сказано, как Даниил ел одни овощи и был прекрасней всех, которые мясом обжирались. А Даниил ел сколько со своими друзьями обычную пищу и был прекрасней всех. И здоров, и красив лицом. Вот я такие вещи люблю. Поэтому я что, я от чистого сердца просто с вами тоже беседую. Поэтому какой через меня соблазн приходит? Я в грехи никого не тащу в Плотске. А что касается духа, я говорю, я в духе Нового Завета стараюсь, делюсь своим. И то не принимай, что ты, пожалуйста. Кто-то говорит, от культа я отвращаю. Но это я вообще не принимаю, потому что, вы помните, я вам все время привожу почитать тогда Евангелие Теанна. Причем не в контексте, что оно последнее, это какое-то у нас тайное учение, и у нас в церкви по ступенечкам открывается тайное учение. Да нет, это Евангелие. Его можно раздавать точно так же именно язычникам, как Евангелие от Марка, Матфея. Просто Иоанн Богослов открыл там пик, пик Богопознания, что это сущий Бог. Хотя я всех прекрасно, иногда, может, говорил, я не помню. Иоанна Богославия вообще это шедевр. Евангелие. Вроде бы, он все время показывает Христа сущим Богом. Я отец одно, все, что в отце мое, я и сущий, и прочее, прочее, прочее. Там через слово, слова Господа Иоанн Богослов передает, как вот он об этом все время говорил, оказывается, от начала. Вот с самарянкой, с обычной женщиной на таких вещах говорил, с народом о хлебе. Он это говорил не иудеям, но он всем говорил. И при этом вы помните, как только в Иоанне Богослове мы видим, как Господь утруждался, как он устал, сев у колодца, как он воскорбел и расплакал, и даже заплакал, когда все вокруг рыдали о Лазаре. Иоанн Богослов это чудо, это альфа и омега, начало и конец, первое и последнее. Это действительно шедевр. Я тут почему всегда, я его так люблю. Это любимый ученик, заметьте, опять мое любимое слово, любимый. Это апостол любви, да, это высота. Это просто чудо. Поэтому не соблазняйтесь обо мне, я других тоже. Я ни к чему никого не принуждаю, кто знает. У меня нет палки. Я не боюсь, что я кого-то отчего. Я живу Новым Заветом, ничего не толкую. Прямые слова вам напоминают, заповедь Божью. Все, мы вместе читаем там, если... Кто поспорит, что в Евангелии есть другая заповедь? Одна заповедь Господа говорит, любите друг друга. Все, как любить? Он говорит, как я. Все, значит, как я, значит, я должен смотреть, как он любил. Поэтому мы видим рост, конечно, духовный возраст людей разный. Я говорю, помните вот этот образ очень хороший. Не образ, а настоящую историю церкви, где вот вам Петр будет в назидание. Да, его послания Петра, видно, как написаны предсмертные. Ибо вы помните, как он во втором послании говорит, что как и Бог мне открыл, что я отхожу к Творцу нашему. И судя по этому, понятно, что мы видим, что оно в одно место и первое, и второе писалось. Ну и судя по контексту и по речи, чувствуется, что они были прям вот с небольшим разрывом написаны. Потому что он говорит, и вот уже второе пишу. Если бы оно там было 10 лет назад написано, он больном забыл бы, если бы он их строчил, как Павел. Я надеюсь, никто это превратно не поймет. Павел молодец. Вот, столько потрудился для церкви. Вот, но послание, кстати, у Павла-то намного больше было. Я говорю, как минимум, я всем обращаю внимание, что он сам пишет, что прочтите и послание посланной ладикийской церкви. И где оно? Ну, у нас же нет церкви ладикийской. Так что вот так вот. Ну, вот, наверное, вот это я хотел сказать. Я хотел, я сам так в этом, сам стараюсь эти вещи познать, понять, как относиться. И вот меня вот этот образ, во-первых, образ, я говорю, по поводу, это просто уже частный вопрос. Меня часто корят за этот культ, за вне системы. Господь был первым проповедником вне системы. Павел его, избранный сосуд, был именно проповедником свободы во Христе. Именно так и было. Поэтому тут я вообще, это уже я в частных могу там как-то поговорить об этом. Вот, но я не могу проповедовать иное Евангелие, которое нам не проповедано. Господь никакого культа не проповедовал, никаких ни обрядов, ничего не давал. Это уже люди все понаградили. И каждый волен исполнять или не исполнять. Вот, это дело лично каждого. Но в Евангелии этого нет. А мы должны проповедовать то, что нам передано, а не апостол четко. Вы что передали, что приняли, в чем стоите и утверждены, и укрепились. То и в том и стойте и передавайте, как мы вам передали. Не предания городите и их потом передавайте. А в чем приняли, в чем утвердились, в чем спасаетесь, то и передавайте. Вот у нас есть Евангелие и образ, чтобы не уклониться от Евангелия, это послание. Все, их вот так вот достаточно. Там нет ничего лишнего. Все там Божьим промыслом нам оставлено то, что нужно, то, что важно. Я всегда смотрю на Господа, как он поступал, как апостола, как он заповедовал и учил. И вот, ведь фарисеи, саддукеи, это же не было обидными словами. Фарисеи, наоборот, было почетно, как сейчас там монах, да, там все. Или еще что-то подобное. Или там, я не знаю, в протестантизме какой-нибудь пресвитер, брат, там, да, какой-нибудь обед что-нибудь давший. Вот, саддукеи, то же самое, это все не было ругательством. Это все были имена. И вот вы знаете, и уж тем более, когда Господь говорил образно ученикам, что бойтесь там закваски фарисейской, иродовой. И сам говорит, что говорил им об учении. Да, вот это, что такое фарисейство, это учение. И какая закваска, это вечно праведность, вот это, это вечно обряд. Что такое саддукеи, это неверие, это серебролюбие. Саддукеи, это были элита церковная, при этом богатая. Именно они траховали в храме. Именно они были просто в деньгах погрязшие, просто в фанатике денег. И ни во что не верили, на самом деле. Ни в Бога, ни в чего. Ну так, при жизни, что дай десятину, а тебе Бог сто воздаст. Именно в это они верили, это и проповедовали. Иродиане, что это такое? Партия власти, духовно считается партия превозношения. То есть, да, то есть, вечное стремление к власти земной, что Господь отвергал, и к власти духовной. Это можно как на минимальном уровне, как превозношение себе понять. Как верхние вот это, иерархии все церковные. Все, Господь говорил, боятся этого. И я говорю, за собой, я меня Господь с самого начала обличал, я честно скажу, что я противился. Я говорю, вот православный, там все это кривославным вызывался, я каюсь. Я публично грешил, я публично каюсь. Все, больше обижать прозвищами не буду. Вот, они же сами себя православными называют, и я буду их православными называть. Католики, католиков, протестанты, протестанты, батькисты. Больше издеваться не буду, простите меня, братья и сестры, каюсь, каюсь сердечно. Вот, обучение, опять же, никто же не скрывает свои учения. Про то же самое причастие, там они же сами это проповедуют-то. Все это открыто, в открытом доступе. То есть, говорить об этом можно, просто я каюсь, во мне лукавый тоже не дремлет. Я же когда говорил, я чувствую, что я кому-то делаю больно, и мне прям доставляла злую вот эту сатанинскую радость, что кто-то... Я вот каюсь сейчас немножко, опять подредактирую свою жизнь. Я не боюсь ничего, не боюсь даже покаяния, как многие. Нам Господь сказал сохранять веру, а в познании любви Иисуса Христа мы видим по образу апостолов, по заповеди, по самой жизни, человек в любви возрастать будет вечно. Бог непознаваем, Он абсолют, Он бесконечный в максимуме, как говорят, и в микромир. Вера одна, да. Бог есть, Бог благ, Он сущий и бесконечная любовь. Все. Которая есть Иисус Христос. Это тайна великого благочестия, не познания ни самого Христа, ни самой материи, как бы. Это лишь грань между видимым и невидимым миром. Все вокруг Бог и Его энергии. Все. И копышаться в этом не стоит. А в познании благодати, благости мы всегда будем возрастать, и Господа Иисуса Христа. Об этом апостолы все время говорят. Возрастать, взращивать, усовершаться, усыновляться. Там этих образов и символов подобных слов просто полно. Поэтому тут бояться не стоит. Не стоит бояться покаяния ни в коем случае. Поэтому я говорю, когда мне там говорят-то вот такое. Да нет, я как раз просто я за свои слова буду сам перед Господом, за свои дела. Поэтому я никого не осуждаю. Потому что я ни на кого ничего не возлагаю. Я сам в ответе за все свои действия. Поэтому сам принимаю свое решение. И всем так же рекомендую. Потому что в лукавую душу не входит Господь. Если ты сам с собой, если ты с Духом Святым лицемеришь, что значит грех не проститься? Ты сам не пускаешь Бога. Потому что Бог не обитает там, где нечистота. Нигде заблуждение. Нигде еще младенчество. Твой сын и маленький твой сын. И взрослый твой сын. И старый уже пожилой твой сын. Но дети разные бывают. Родители к ним относятся, соответственно, их возрасту к ним. Другое дело, ребенок что-то не понимает. И родители к нему с пониманием пытаются ему что-то объяснить, сказать. А другое дело, ребенок злой. Что-то делает на зло еще. Родители, конечно, по-другому к нему относятся. Поэтому тут вещи очень понятные. Ну вот так я еще хотел по поводу опять темы наставничества, общения, всего вот этого. Ну, отчасти я себе тоже говорю. Хотя я говорю, я же тоже такой же человек. И тоже, когда слушаю, я свой опыт рассказываю, как и я к другим отношусь. Потому что наше дело одну заповедь. И вы знаете, рассматриваю все через единственную заповедь Господа, заповедь о любви. Вот я через нее и рассматриваю. Никого не суди никогда. Он, может быть, ребенок еще. Тебе Бог его судить не заповедовал. Смотри в себя. А общаться мы должны просто на основе своей истины. Никого, ничего, ни к чему не принуждая. Показывает тебе хорошо. И бояться тоже не стоит. Я говорю, если ты никого ни к чему не принуждаешь, никого не соблазняешься, никого в грехи не соблазняю. В духовной, так скажем, что кто-то в погибель идет. Я говорю, это ты так судишь-то. Я просто открываюсь, я тоже куда-то иду. Не хочешь, не иди. Я открываюсь, что я истинный, честный человек перед Богом. И ты сам суди. Так это и не так. Доверяешь ты. Слышишь ты голос правды. Или голос, как сказать, совести в моем голосе, что я действительно так думаю. Потому что что мне, кого мне куда соблазнять? Я с вас ничего не имею, ни с кого. Вы все мне, братья и сестры, я считаю, что все люди на земле от одной крови, по Писанию, да, считаю. Потому что всем она открыта. Все мы спасемся, когда пойдем, придем в познание совершенства. Вот и все. Поэтому у меня никакой некорысти нет, ни лукавства перед вами. Я сам счастливый всем говорю. Потому что Господь Иисус Христос делает тебя свободным. Он сам сказал, а что это такое? Это упование на Него делает тебя свободным. А любовь делает тебя счастливым. Любовь к ближнему, а не к невидимому Богу. Ну, внутренне тебя еще, конечно, делает любовь ко Христу. Но Христос в каждом человеке, это понятно. Надо вот подвизаться. Ну, вот так вот, что-то наговорил, как раз полчаса. Давайте воздадим славу Господу за все. Господи Иисусе Христе, Господь, Господь мой Бог наш, Ты всегда посреди нас, здесь и сейчас. Ты любовь, Ты крутишь этот мир, крутишь его своим любвеобильным промыслом. И всех наш просвещаешь и вразумляешь. И ведешь нежной отеческой любовью Твоей к покаянию, к познанию Тебя в совершенстве, которым Ты открылся в последнее время. Ибо Ты абсолютная любовь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо за все, за этот прекрасный денечек. Сегодня солнышко и радость, и веселье во всем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Спасибо за все, за всех братьев и сестер. Твои благословения всегда на нас, всех любящих Тебя, искренним и чистым сердцем. Слава Тебе. Христос посреди нас, братья и сёстры, всегда с нами. Сегодня, правда, день у меня такой чудесный. Ни одного облачка и ветерка даже нет. Красота. Сегодня вспоминал что-то детство, там юность, школу немного. Все возрасты прекрасно. Хорошо быть и ребенком в свое время. Я помню, беззаботность эту все-таки какую-то. Хорошо быть и студентом, хорошо быть и рабочим. Всему свое время. Поэтому духовный возраст точно так же. Я говорю, не гоже, если ты уже вырос из подгузника, в 20 лет их на себя напяливать. И девочка в 30 лет уже не в куколы играет, а настоящих детей имеет. Так же и в духовной жизни. Мы приходим в познание. Конечно, нечего судить нам детей. И нечего замахиваться на старцев, если мы еще в их возраст не пришли. Надо ко всему с рассуждением, по чудному наставлению апостола, которое он дал Тимофею, вникать надо в себя и в учения. Сначала в себя, посмотреть по Писанию, сравнить, что тебе Господь открывает. Я говорю, никого не судить, ибо этого Господь нам не заповедовал. Ну все. Всех храни Христос. Всех нежно целую, крепко обнимаю. Кому понравился ролик, ставим большой палец вверх. Если считаете полезным, назидательным для церкви, делитесь с братьями и сестрами. Все мои адреса каналов наверху, все мои контакты внизу. Все полезные ссылочки справа. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в новом ролике.